Добрый вечер, в эфире Главное. Сегодня пятница. Мое приглашение принял почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков. Добрый вечер, Дмитрий Георгиевич. Добрый вечер. Ну и не только почетный председатель, но и снова председатель парламентской фракции. Так получается. Так получается. Я предлагаю начать с того, с конца. Не задавать вопросы, которые всем неожидаемы, а как вы могли дойти до этого. А начнем с вашего выступления на закрытии, на последнем заседании парламентской сессии. Мне несколько моментов в вашем выступлении заинтересовали. И несколько фамилий, названных вами. В частности, вы сказали, что господин Слушер очень часто был в офисе ДПМ и разговаривал с председателем партии Марианом Лупу. Так, что вы даже решили, что у вас новый член партии. А когда это происходило? Нет, это происходило до того, как он стал членом этой партии. Всяком случае. Это было... А о чем они говорили, вы тоже знаете? Нет, не знаю. Очень часто они встречались, разговаривали. Очень долго. Ну, я подумал, что у нас есть активист, который знает хорошо сельское хозяйство. Он же в этой области действовал. Вот, поэтому... Ну, на протяжении 2-3 года, по-моему, ходил. Поэтому можно иметь претензии со стороны Слушера к демократической партии, но прямо так выражаться и, так сказать, относиться, думаю, что это несправедливо. Я так, во всяком случае, подумал. А что вы имели в виду, когда сказали, что господа социалисты и до сих пор неплохо дышали, особенно на своих трех каналах? Ну, а что? Что вы им помогали, вы даже это сказали. Да, о том, что вот мы, наконец-то, свободно дышим и можем говорить. Вот. И я сказал, что, дорогие друзья, а что вы до этого, так сказать, имели проблемы со свободой? Вы сказали, что вы им помогали. Как вы им помогали, Дмитрий Георгиевич? Ну, как-то, новый образ, я сказал. Да ладно, образ. Я же не буду сейчас вдаваться в подробности. Не, но об этом говорилось неоднократно. И вы слышали эти разговоры о том, что ДПМ помогала партии социалистов. Или не помогала? Ну, мы были политическими оппонентами, но не были врагами. Бывало, что сотрудничали, бывало, что там что-то голосовали совместно, бывало, что там что-то координировали, так сказать. Бывало, агитировали, совместно, на президентском. В жизни бывают всякие ситуации. И я не скажу, что мы были такими, такими. Ну, до сих пор никто не может, ни один пример, чтобы мы так относились к своим политическим оппонентам. Поэтому я удивился, и я как-то высказал это удивление вслух, что, ребята, ну, хорошо, никто из вас, из нас не выиграл выбора. И вы не выиграли, и мы не проиграли, так сказать. Вот. Вы сегодня правящее большинство. Никаких проблем. Мы готовы быть в оппозиции 4 года. Оппозиция так же важна, как и правящая, так сказать, коалиция. Вот. Но давайте относиться, ну, немножко по-человечнее друг к другу. Потому что все, вся эта ненависть, все эти заявления такие, они плохо влияют на окружающий мир, на население. То есть вы точно относились к человечнее, политические, заключенные, не допускали, когда к ним от нас? Ну, вы слышали, чтобы я так говорил о своих оппонентах. Вы лично нет, но вы не вся демократическая партия. Вот. Ну, сегодня, смотрите, сегодня составляются списки, кого нужно наказывать, на кого открывать дело. Они еще ругали демпартию за то, что вот демпартия, мол, там что-то такое влияло на кого-то, на суды, на это самое. А вы что пытаетесь делать? Поэтому давайте, давайте успокоимся, сказал я, давайте, так сказать, заниматься делом, давайте думать о стране. Потому что держаться долго на вот это нелюбовь, на нелюбви к демпартии, это недолгая политика. Люди ждут отправящие коалиции, отправительства мудрых решений, правильных решений, поддержки экономики и так далее. Еще о мудрых решениях, поддержке экономики чуть-чуть позже, о законах, которые принимались. Но вот сейчас из того же вашего заявления, знаете, что меня удивило? Ваша цитата. «Никто из вас не выиграл выборы, но ведете себя так высокомерно и преподаете уроки». И сейчас цитата Павловского. «Ваша высокомерие и сомнения уже стали символическими, издражающими для общества». Ну, значит, я не один, господин Павловский, по-моему, является членом той команды, которая сегодня находится в власти. Поэтому не надо обижаться, я не высказывал ничего радикального, я как бы вообще отреагировал на выступления двух предыдущих представителей правящей коалиции. Не более того, я не писал заранее выступление, я говорил это от души, то, что я чувствовал в ту секунду. Поэтому я отреагировал и даже начал с того, что господин Слюсар говорил с трибуны парламента. На этой неделе мы наблюдали трилогию под названием «Платон расскажет». И там было несколько интересных заявлений, одно из которых о том, что многие политики летали на самолете господина Шора. Митрий Георгиевич, вы летали на самолете господина Шора? Слава Богу, не удостоился внимания господина Шора. Не предлагали вам? Нет, у меня не было вообще никаких отношений. Я даже на его свадьбе не был. Один из немногих, кто остался без внимания господина Шора. И я благодарен судьбе. Ну а вообще, как вы относитесь к тому, что ряд политиков, в том числе и СДПМ, летали, пользовались такими услугами? Это не мудрость, это не понимание того, что в политике ничего бесплатного не бывает? Ну, я не знаю. Честно говоря, я только-только-только вот в 15-м году, ну, может быть, чуть раньше узнал, что что-то пацан, он такой у нас важный. А как вы это узнали? Конечно, перекреститься надо нужно. Только у нас может такое произойти. А в офисе ДПМ вы видели господина Шора? В офисе ДПМ вы видели господина Шора? Никогда? Никогда. Не приходил? Ну, в офисе том, который был на Тигина, вот, никогда. И я не помню, чтобы он имел какие-то тесные связи с кем-то. В публичном таком контактах я его никогда не видел. Еще одно из одного заявления господина Платон сказала, что именно Канду отвечал за подготовку законов, обоснования для того, чтобы провести вот эти вот банковские схемы, чтобы провести это через правительство, а потом через парламент, нести изменения, необходимые в закон законодательство. Сейчас господин Канду уже является как бы просто депутатом парламента Демократической партии, он уже не вице-премьер, но в любом случае он еще часть команды. Насколько вы доверяете тогда вот таким вот заявлениям господина Платона, да, и останется господин Канду частью команды после съезда в таком случае? Ну, мы же не будем делать выводы из того, что говорит господин Платон. Ну, не только он говорит. Господин Платон, господин положение, в котором он находится, конечно, его вынуждает говорить много интересных вещей. Мы даже... Я пару раз смотрел какие-то кусочки там, вот, и видно, в какую сторону он кланится, в какую сторону он... Но вы же с ним знакомы лично, правда? Вы же его знаете. Он был депутатом парламента, конечно. Да, вы же его знаете. Здравствуйте, здравствуйте. Когда знаешь человека, видно, он говорит в своей обычной манере или не в своей обычной манере? Я не... Не, он такой общительный парень, он всегда, так сказать, свободно вел, разговаривал с людьми. Но никогда не числился в... В близком круге. В близком круге, да. И мы никогда не обсуждали такого рода проблемы. Вот. Мне сложно сказать, какие люди и какие проблемы решали. Потому что... Потому что надо заниматься банковской системой, чтобы знать, какие поправки, какую пользу. Я, к сожалению, не экономист, не финансист. И мне сложно судить, какие решения, кто был автором и кто их продвигал. Конечно, какие-то решения, которые голосовали в парламенте, они принимались в парламенте, они имели каких-то авторов. И, может быть, эти авторы сознательно, а, может быть, не сознательно в насилие, эти поправки, никто же никогда не напишет законодательную инициативу, не скажет, что вот, если мы ее примем, так сказать, можно потом ее трактовать таким-то образом, таким... Это нужно, чтобы быть таким тонким специалистом, как Платон. Чтобы знать какую-то невинную фразу, вносить в тот или иной, так сказать, закон, и как оно потом будет эксплуатироваться. Поэтому сложно сказать, где правы и где неправы. Я думаю, что вот сегодня мы имеем уже абсолютно свободную прокуратуру, НЦБК, так сказать. Пусть эти люди занимаются всеми заявлениями, всеми утверждениями, всеми вариантами, так сказать, и раскладывают. Я не доверяю политикам. Понимаете, когда политики создают спецкомиссию и обсуждают политиков, но своих оппонентов, то, конечно, всегда есть заманчиво, так сказать, в списке своих там врагов и нарушителей вносить политических противников, так сказать. И у нас, к сожалению, это вечно происходит. Поэтому вот такого рода разборкам я не доверяю. А силовые структуры, прокуроры, полицейские и все остальные должны соединиться, должны понимать, что закон надо уважать. Что закон надо соблюдать. И знать, и мы должны установить такие правила, чтобы рано или поздно те, которые переступили, закон, они должны отвечать. Но последнее дело, когда этим занимается политик. Когда занимается политик, это будет много шума, так сказать, а результата будет, так сказать, пшик. Парламент должен заниматься законодательством и проверкой исполнения законов. Вот это да. Парламентский контроль, так называемый. Парламентский контроль и смотреть, как исполнительные власти реализовывают. Я смотрела заседание парламента, когда голосовали за исполняющего обязанности генерального прокурора. Я до сих пор не понимаю, зачем нам нужно в парламенте утверждать исполняющего обязанности генерального прокурора. Но окей, так было решено юридически выйти из ситуации. Ну, здесь деликатный момент такой. Понимаете, в Конституции у нас написано одно, что генеральный прокурор назначается президентом по предложению Совета прокуроров в Конституции. А поправку, которую они приняли к закону о прокуратуре, написали, что вот в первом варианте он предлагает Совет прокуроров, а если Совет прокуроров не назначил, то предлагает парламент. Ну, я не знаю, случайно или не случайно, Совет прокуроров как-то не собрался. Вот. Отсутствовали товарищи прокуроры у нас на этом важном заседании. А то мы первый раз такое видим. И депутаты случайно такое делали, их случайно вывозили из Кишинева, чтобы не соблазнились проголосовать. Поэтому парламент принял решение рекомендовать господина Робу. Ну, мы посмотрели, параметры, человек молодой, человек опытный, человек вроде бы такой взвешенный, не замешанный в каких-то таких... в скандалах. Поэтому мы тоже приняли решение проголосовать, доверить. Вот это я и смотрела. Вы знаете, нынешняя власть, они говорили, что они изберут нового генерального прокурора такого, который вот демократы будут бояться. И вот он раскроет все дела, связанные с демократами. Но я так себе по простой логике подумала, как бояться, но посмотрим. А вы голосуете за нового прокурора, вы голосуете за нового главу НЦБК. Причем, если я правильно посчитала голоса, по-моему, даже за нового главу НЦБК, демократов проголосовало больше, чем представители блока КУМ. Прокурора должны бояться все, все независимые, демократы, либералы или социалисты, все, кто нарушает закон. Остальным гражданам зачем бояться прокурора? Остальным гражданам надо приветствовать прокурора, так сказать, разговаривать с ним спокойно и все. То есть в ДПМ нет людей, которые должны бояться прокурора? Не знаю, если есть человек, который нарушил, он должен бояться. А если ты не нарушил, то чего бояться? Парламент продлил срок расследования обстоятельств, попытки госпереворота демократической партии. Сколько я помню, генеральная прокуратура дала ответ, что они не нашли тогда состава преступления. А вот парламент свою комиссию продлил, ищет более тщательно, очевидно, чем генеральная прокуратура. Дмитрий Георгиевич, демократическая партия пыталась узурпировать власть тогда в июне? Вот вы себе считаете узурпатором? Если вы помните название этой комиссии, там что-то связано с Путчем. Я хотел спросить. Комиссия по выяснению обстоятельств попытки ДПМ совершить госпереворот с помощью Конституционного суда и генеральной прокуратуры. В народном языке написано Путч. Вы Путчист? Да. Я понимаю, что когда свергает действующую власть, это ближе к Путчу, оппозиция тем или иным способом собирается свергнуть действующую власть. А тогда мы были как бы действующая власть. Мы никого не собирались переворачивать и сносить. Но до 8 июня, а потом вы неделю отказывались передавать власть и признавать новое. Подождите, подождите. Вот. Было решение Конституционного суда. А вот оно где все. Конечно. Было решение Конституционного суда. Которое потом его и отменяли. Которое до этого все соблюдали. У нас же было много решений. Правильных и не очень правильных. Решения, которые интерпретировали по-разному. Было несколько решений, которые я публично говорил о том, что это неправильное решение. Но мы не устроили, так сказать, забастовки, так сказать, чтобы мы не починились. Те же президентские выборы. Прямые президентские выборы. На основании решения Конституционного суда. 4 человека поменяли Конституцию. Не парламент же голосовал за изменение Конституции. Кто-то подчинился. Кто-то даже участвовал. И кто-то даже победил на этих выборах. Кто-то проиграл. Но в это время, так сказать, вошел в политику. Это было неправильное решение Конституционного суда. Но все подчинились. Здесь были, как бы, кто-то говорил, что это неправильное решение суда. И мы не должны подчиниться. А должны были, так сказать, делать так, как говорит другая часть политической элиты. Это ситуация несчастная была для всех. И для нас, и для тех, которые пришли потом к власти. И для Конституционного суда, как мы понимаем. Конституционный суд потом вернулся и отменил это решение, так сказать. Но если мы сами, депутаты, члены правительства, будем выбирать себе, вот это решение Конституционного суда нам нравится, и мы его будем выполнять. А вот это мы не будем выполнять. Во что мы превратим вообще и страну, и Конституцию, и все остальное. То есть, в свободу принятия решения Конституционного суда на тот период, когда в нем находились бывшие депутаты ДПМ, которые когда-то весьма сомнительным образом перешли из ПКРН к ДПМ в том числе. Это тоже можно так сказать. Они были членами Конституционного суда, они дали клятву. То есть, институция моментально обеляет от любых попыток задать вопрос, кто они. Понимаете, я к члену Конституционного суда, независимо от какой партии он приходил, от какой ветви власти он был туда назначен, я его рассматриваю как член Конституционного суда, который не должен подчиняться никаким внешним давлениям и приказам. Если вот так мы будем рассматривать, и они себя так будут, тогда не будет никаких неправильных решений или возможностей интерпретировать эти решения. А что будет рассматривать комиссия, вот эта спецкомиссия? Она будет рассматривать наше поведение или эти митинги в отрыве от решения Конституционного суда? Я думаю, что судьи Конституционного суда будут соучастники, потому что здесь написано «с помощью Конституционного суда и Генеральной прокуратуры». Ну пусть изучают, боже мой. Нет других важных задач, пусть смотрят. Вы сегодня уже два раза затронули тему избрания президента Дадона, и я не могу не спросить. Я знаю, что мне некоторые члены ДПМ это подтверждали, не буду называть даже депутатов, которые об этом говорили. Дмитрий Георгиевич, ну было же внутреннее негласное, после того, как сняли председателя Марьяна Лук с президентской гонки, ну было же внутреннее негласное, голосуйте за Игоря Дадона. Ну ездили даже депутаты в районы и говорили... Ну я не исключаю, что многие представители Демпартии голосовали за господина Дадона. Он поэтому и выиграл, конечно. Президент, разве не было партийного указа? Езжайте и объясняйте, почему надо голосовать. Я такого указа не давал. Я как-то вышел, помню, в те дни, вышел, и группа молодых ребят из молодежной организации окружили меня. И спрашивают, Дмитрий Георгиевич, что делать? Вот мы слышали, что было такое указание. Я говорю, вы слышали или вам дали такое указание? Нет, мы слышали, что вот есть такое указание. Я говорю, а вы что думаете по этому поводу? Они говорят, нет, мы хотим голосовать за другого кандидата. Я говорю, ну и голосуйте за другого кандидата. И все. Вот я помню, вот мое личное участие в этом деле. Я голосовал за Майю Санду. Вопреки линии партии. Нет, я голосовал в первом круге за Лянка, а во втором голосовал за Майю Санду. Вот и все. Понятно. Что у вас за опять пистолярное общение с господином Стурзой? Вы с ним когда реально, или по телефону, когда вы с ним последний раз общались? Вы даете друг другу советы? Он вам оттуда, вы ему отсюда отвечаете, приглашаете. Приезжай, у Ани, будем вместе работать. Я с ним говорил года полтора-два назад. Больше вы не общались? Нет. По телефону говорили. И года два-три тому назад встретились в Бухаресте. Там что-то говорили. Он любит так, и рада, так сказать, вспомнить о том, что он занимался политикой когда-то. И даже пытался стать премьер-министром, сколько я помню. Это не он пытался, это мы его рекомендовали. Я даже переругался с двумя-тремя своими коллегами по коалиции тогдашней, из-за того, что они не хотели, так сказать, голосовать. Подождите, до того, как он стал, до того, как Павел Филипп стал премьер-министром, разве не предложили его господин Тимофти? Ну, господин Тимофти предлагал, да. Об этом я вам и говорю, не так давно это было. Когда он опять пытался... А, ну да, да, да. Ну, не он пытался, его предложили, его кандидатуру. А вы допускаете, чтобы господин Сторза приехал в Кишинев, и вы сказали, ну, давай, вот демократическая партия, мы проводим только в сентябре съезд. Хочешь, бери вожжи в свои руки и показывай, как это действительно должно быть. Для этого должен был господин Сторза помнить о существовании демпартии. Вот. Надо приходить, надо вместе переживать, надо вместе выдержать, так сказать, времена хорошие, так сказать, вместе страдать, вместе радоваться. Ну, почему? Вы Марьяна Лупу на других условиях приглашали, он себя прекрасно, комфортно чувствовал в ПКРМ, а потом ПКРМ потеряла власть. Вы его пригласили без того, чтобы он страдал в оппозиции с демократической партией? Ну, разные этапы были. Когда я приглашал господина Сторза, он был директором какого-то консервного завода, по-моему, там, какой-то фабрики, по-моему. Вот. И я его очень настойчиво приглашал, потому что тогда я хотел, чтобы в списках партии был человек, связанный с бизнесом. Честно говоря, я поначалу договаривался с другим коллегой, может даже и фамилию назвать, был Валерий Булгарь, вот, что он пойдет вторым номером в списке на выборы. Но потом в Аграрии не пустили Булгаря, не настояли. Булгарь пошел тогда по спискам Аграрной партии. Я тогда нашел Ивана Михайловича. Вот. И, кстати, очень долго я с ним разговаривался. Разговаривал он, поначалу не хотел, не понимал, что такое политика, что такое, так сказать, как там этим управляет. Вот. Ну, я ему пообещал, что мы поддержим, мы на него, так сказать, возложим большие надежды. И вот так у нас появился господин Сторзан. Что-то мне это напоминает, господин Дьяков. Слабость у вас какая-то в виде бизнесменов вторым номером в списке? Ну, список не может состоять из одних журналистов или филологов. Поэтому я, как бы тогда, вот, еще не опытный политик, я тогда искал, чтобы был и прокурор, чтобы был и финансист. Если вы помните тот список, у нас было очень много людей со стороны даже. Господин Муравский, бывший вице-премьер. Да, да, да. Да, премьер-министр. Вот. Господин Еремеев, господин Пулбери. Вот к этим людям я пошел, я их приглашал, хотя они и не мечтали, и не думали никогда становиться членами, так сказать, Демпартии, да, или партии нашей, во всяком случае. Вот. Ну, вот видите, в каких-то людях я ошибся, в каких-то нет. Дмитрий Григорьевич, вчера появилась информация. Кстати, пять премьер-министров Республики Молдова прошли через Демпартию. На тех или иных этапах и господин Чубук, и господин Тарлев, и господин Брагиш, и господин Стурза, и господин Филат, и вот господин Филипп. Ну, уж извините, в таком случае не могу вас не спросить, раз вы гордитесь, что было пять премьер-министров. А насколько выиграла демократия в Молдове от этого? Насколько демократичной стала молдавская государство? Слушайте, ну, так же можно вопросы задавать, я не знаю, какие только. Я говорю, что партия за эти годы наработала какой опыт, какие люди, сколько людей прошли через Демпартию. А сколько их потеряли? Сколько их потеряли. Ну, стала кузницей кадров своеобразной для всех партий. Понимаете? Это опыт. То, чего не хватает многим партиям. Смотрите, у нас партии, так сказать, каждые выборы появляются новые партии. Откуда у нас опыт, откуда у нас возьмутся традиции, политическая культура, преемственность и так далее, и так далее. Если у нас абсолютно новые люди приходят шумно, давайте, голосуйте за нас, мы придем, мы всех посадим. И вот на этом мы держим всю политическую, так сказать, как бы, массаж программы партии и так далее, и так далее. А программа партии чуть позже, потому что будем говорить о съезде. А сейчас, вы знаете, мне напомнили, Владимир Воронин тоже говорит, что скольких мы воспитали, в скольких партиях сейчас есть те, кого воспитал. Вам только два политика в нашей стране могут себе позволить это говорить. Это Дмитрий Дьяков и Владимир Воронин. Скольких мы воспитали? Ну, просто кузница кадров. Хорошо, хорошо. Скольких мы воспитали? А кого он оставил? Вот я как-то его недавно спрашивал. Говорю, слушайте, вот вы уйдете, да? Кто возглавит партию? Почему вы не выращиваете себе замену? Дмитрий Георгиевич, кто возглавит демократическую партию на съезде? Кто возглавит? Ну, это делегаты решат, не я. Я знаю, за кого я буду голосовать, наверное. Но единственное, что мы на этот раз попытаемся сделать, организовать абсолютно свободные выборы. Кто из наших коллег? Я даже, честно говоря, я говорил с какими-то там нашими бывшими друзьями и приглашал. Говорю, ребята, приходите. Да, они после этого все дружно писали на фейсбуке, не имеем демократической партии, никакого отношения. Хорошо, хорошо, ладно. Я думаю, что успокоиться. Демпартия не через такие события прошла. Демпартия была вне парламента, все ее похоронили. А потом через 4 года мы взяли и появились. Вот, и на этот раз 30 депутатами мы выдержим. Я абсолютно убежден, и мы еще будем полезными. Для Макдова демпартия очень нужна. У меня есть вопросы от зрителей. Мы сейчас к вами прервемся на рекламу, после рекламы вернемся, и я задам эти вопросы. Реклама на 21 канале, оставайтесь с нами, а она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, в эфире главное для тех, кто только что включил телевизор, у меня в гостях сегодня подсчетный представитель демократической партии Дмитрий Дьяков. Раз мы с вами закончили на ноте воспитанников демократической партии, вчера появилась информация еще об одном бывшем воспитаннике демократической партии, Владе Филата, что ему пересмотрели срок, скосили почти на 2 года. Как вы относитесь к таким решениям? Честно говоря, у меня возникает много вопросов, когда я вижу, что одним отменяет, другим отменяет, третьим пересматривает. Вы лично как относитесь к тому, что господину Филату уменьшили срок? Нормально, по-человечески положительно, а так я надеюсь, что это мотивированное решение суда. Вы хотите, чтобы у нас было больше заключенных, а я хочу, чтобы у нас было больше спокойных, честных людей. Господин Филат спокойный, честный человек? Нет, я не говорю про господина Филата, я говорю вообще, в принципе, как я смотрю на вещи. Поэтому я не знаю, я сегодня утром по Фейсбуку увидел, что такое решение было принято. Мне сложно, я не юрист, не адвокат. Понятно. Вы говорили о новых партиях, вот сейчас появляется, опять же, возвращаясь к теме воспитанников, Марк Ткачук объявил о создании нового политического фермарования, гражданский конгресс. Такое возвращение в политику вы тоже приветствуете на левом фланге? Нет, ну мы же, хотя некоторые сомневаются, все-таки живем в свободной демократической стране. Правда, шумные, правда, со своей спецификой, но в свободной демократической стране. У нас выборы непредсказуемые, у нас есть конкуренция, у нас у каждой политической партии, которая есть, что сказать населению, есть возможность сказать это. Поэтому появление новой партии, так сказать, ну и слава богу, вдруг они сформулируют идеи, от которых, так сказать, народ будет в восторге и будет голосовать, и они будут способствовать. Уже с учетом прошедшего опыта будут способствовать налаживанию нормальной обстановки в стране, спокойствию, сотрудничеству, взаимопониманию, взаимодействию населения этой страны. Дмитрий Кирыч, я буду приветствовать. Уже появились заявления о том, что примары, советники покидают демократическую партию. Для нас, конечно, это уже набившая оскомя на ситуацию. Как меняется власть, как начинаются выходы из партии и поиски других партийных или спонсоров, или крыши, или еще что-то. Но с другой стороны, я задам вопрос иначе. По результатам выборов в 2015 году ДПМ получило 287 мандатов примара. На выборы 19-го почти 600. Вы тогда не понимали, что это не очень хорошо выглядит? Мы понимали, но, к сожалению, это некая такая болезнь нашего общества, от которой надо избавляться не одной партии, а всем нам вместе. Понимаете? Потому что не виновата только одна партия, которая привлекает к себе примаров. А и те примары, которые ищут партию, к которой присосаться и извините за вражение. Вы меня простите, но господин Филиппов, насколько я помню, не искал. И господин председатель Дубосарского района Григорий Поличинский тоже не искал. Кто-то не искал, а кто-то искал. Поэтому так получилось, что вот все. А вот ваши коллеги по партии на тот момент, когда вот это все происходило, вы им пытались объяснить, чем это закончится? Ваш же политический опыт огромный. Мы объясняли. Вот. Вот нас нынешняя власть ругала, да, что Демпартия привлекает, заставляет силой, я не знаю, там, разными способами. А сегодня что происходит? Сегодня представители этих правящих партий ездят по селам и весям, так сказать. Прямо всех трех партий. У меня здесь в студии Майя Санту сказала, что они не будут принимать выходцев СДПМ в свои ряды. У вас есть другая информация? У нас в Данюшанском районе 11 человек. 9 вышли? Да. Выступили и заявляли, что они покидают Демократическую партию. А это было утром, часов 10 в 11. А 6 часов было собрание одной из правящих партий. Ну, назовите какую. Не буду называть, назовем. Вот. И восьмерых из них приняли в состав этой партии. Ну, но уже без заявлений, не очень громко, так сказать. Вот и все. Так мы говорим сегодня, ребята, если вы нас критиковали за какие-то вещи, то вы сегодня будете другими, будете лучшими. Дмитрий Горьевич, назовите, пожалуйста, партию. Потому что я вам говорю, у меня в студии Майя Сандул была, она сказала, мы никого не примем. Она председатель партии. Игорь Дадон выступил на другом канале, сказал, мы перебежчиков принимать не будем. Хорошо. Тогда надо сказать посредством вашего канала тоже, господам нашим примарам, которые собираются перейти от нас к ним. Вот, дорогие друзья, вам же говорят, что мы никого из вас не возьмем. Зачем? Вот уходите. Останьтесь в Демпартии, давайте вместе пойдем на выборы, давайте вместе продемонстрируем и сохраним, так сказать, Демократическую Республику Молдово. Зачем уходить, если тебя туда не принимают? Но у нас есть, вот, мы еще проверим, мы еще, так сказать, задокументируемся и, конечно, скажем. У нас есть сведения, что восьмерых из этих одиннадцати вечером пригласили на собрание, вот, поговорили и... Близко и вам по... Не хочу, не хочу давать понять, вот, но у вас будет очень много примеров. А вы будете кричать в спину предатель? Что? А вы будете им в спину кричать предатель? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что таких людей будет немного, во-первых. Во-вторых, мы постараемся со многими из них оставаться в хороших отношениях. Господин Усатый сказал, что 8-9 депутатов ДПМ готовы сейчас либо сдать мандат, либо перейти в другую фракцию. Одна из них уже сдала. Я как-то сказал господину Усатому, больше заниматься своей партией, больше говорить о программных установках своей партии, а не превращаться в следователя-криминолога или как там он? Криминалиста. Криминалиста, да. Тогда давайте о программных установках демократической партии. Насколько я помню, демократическая партия в уставе написана, если я не ошибаюсь, в статье 3 о том, что это партия социал-демократической диктрины. Да. Член социнтерн международной организации. И европейских социалистов. И европейских социалистов. Но при этом обсуждается сейчас, может быть я неправильно поняла, вы меня поправите, что на съезде будет пересматриваться и устав, и программа, и какие-то возможно доктринальные моменты партии. Или она все-таки останется социал-демократической доктрины? Ну, насколько я знаю, со мной никто не говорил на эту тему, но появляются изредка какие-то любители, которые предлагают, давайте изменим, давайте название, давайте символ, давайте что-то. Я думаю, что надо менять подходы, надо менять какие-то программные установки, надо менять отношения к делу, отношения к стране, отношения к... Но менять символы... Кого мы обманываем? У демократической партии есть история. Но вы как-то поменяли три роза на три роза? Нет, не три роза, мы как бы совершенствовали. Да, да, да. А менять и уходить куда-то в сторону, зачем, куда, так сказать. Здесь есть некий фундамент, есть... Кто отказывается от своей истории? Надо менять каких-то людей, каких-то лидеров, надо менять... Вот давайте о каких-то людей. Каких людей точно больше не будет в ДПМ после съезда? Ну, кроме господина Плохотнюка, это уже понятно. Ну, я по фамилии не готов назвать, но я думаю, что у нас обновится и Национальный совет, и число вице-председателей. То есть верхушки партии, я думаю, что там появятся и молодые люди. Может быть, не сразу, потому что тут же... Я бы предпочел, чтобы... Вот когда у нас в 2009 году, когда я пригласил Лупу, вот тогда мы пригласили еще целую группу людей, которые пришли. Но сегодня у нас немножко другая обстановка, поэтому нужно какое-то время, чтобы так немножко осели, чтобы успокоились все. То есть варягов больше в партию звать не будете? Будете избирать председателей своих? Нет, ну каких-то свежих лиц мы попытаемся пригласить. А председатель все-таки? Ну, председатель это должен быть человек опытный, человек... Ну, я слышал до сих пор три фамилии. Павел Филипп, Моника Бабук и Адриан Канду. Эти три фамилии рассматриваются? Мы сказали дважды на Национальном совете. Все, кто видит себя председателем, все, кто имеет желание участвовать в выборах председателя партии, должны об этом заявить и должны иметь свободный доступ к трибуне, иметь возможность высказать свою точку зрения, объявить свою программу. И тогда делегаты съезда свободно должны выбирать лидера партии. Он может быть как издействующей, так и мужчина, так и женщина, так и молодой, так и более опытный. Но это обязательно должен быть человек, который имеет за собой какой-то опыт, может вести людей. То есть лидер партии, лидер демократической партии, конечно, должен быть человеком сильным, волевым, известным. Я так думаю. Вы меня просили не спрашивать про Влада Плахотнюка. Но я вам сказала, что один вопрос я все-таки про него задам. Вячеслав Платон назвал его, простите за это слово, хитрожопом. Виталий Андреевский называл его эффективным менеджером. Также называли господина Плахотнюка успешным бизнесменом, талантливым человеком и так далее. Вот сейчас кто для вас Влад Плахотнюк? Вы интересны. Что я должен сейчас говорить? Вы ему практически доверили партию. Ну, он пришел в партию в времена нелегкие. Он активно работал в партии. Он вообще активный, эффективный менеджер. Он временами очень горячий. Он и на эту тему я с ним очень ярко, не ярко, а как спорил. Были люди, которых не надо было, с моей точки зрения, слушать и сделать их советникам по политическим вопросам. По другим вопросам я не знаю. Я не вмешивался, я не занимался. О ком вы сейчас говорите? Я говорю, например, об Айралове, еще каких-то, может быть. По политическим вопросам надо все-таки советоваться было с людьми, которые разбираются в политике. И тогда, может быть, мы избежали бы каких-то ошибок. Спасибо. Есть вопросы еще от телезрителей. Я стараюсь в конце программы спеть их задать. Вы готовы поддержать и участвовать в работе, в том числе с блоком ОКОМ, а также привлечь всю Демократическую партию к совместному продуктивному созиданию для развития страны? Совместно с блоком ОКОМ. Что значит совместность? Ну вот говорят... Хорошо, я задам другой вопрос. Как вы считаете, сколько продержится эта коалиция после местных выборов? Она выдержит? Ну, сколько продержится эта коалиция, зависит от этой коалиции. Точно? От партий, составляющих эту коалицию. Только от них? Я, если вы слушали меня внимательно на последнем заседании, я сказал, ребята, работайте 4 года. Перестаньте говорить о досрочных выборах. Никто вам не поверит, что вы серьезные люди. Ни одно правительство не может ехать серьезно разговаривать с партнерами и говорить о том, что мы весной, наверное, или осенью, мы организуем досрочные выборы. С какой стати? Занимайтесь, выполняйте программу и обещания, которые вы раздали избирателям. Поэтому демократическая партия не будет стремиться к тому, чтобы разваливать эту коалицию. Если она развалится, то развалится по причинам внутренним, организационным, своим, идеологическим. Весь же не секрет, ни один человек не думал, что АКУМ и социалисты образуют коалицию. Ну, если так серьезно говорить. Рано или поздно они столкнутся с серьезными проблемами. Долгое время нахождения вместе заставить делать какие-то уступки. В том числе по каким-то своим принципиальным вопросам. Если это во благо, пусть они уступают. Во благо Родины. И не держатся так за свои какие-то идеологические установки. Я не знаю, как они способны, не способны. Я знаю, что мы готовы разговаривать и с левыми, и с правыми. Вы понимаете, что в случае, если такая коалиция развалится, то либо те, либо другие будут вести с вами переговоры о создании новой коалиции? Но если к нам придут и будут... После таких пламенных речей и обвинений на протяжении вот такого длительного срока. Если к нам придут и будут пытаться разговаривать, мы будем, конечно, разговаривать. Почему? Нас люди для этого избирали, чтобы мы разговаривали, а не ходили с поднятым носом по парламенту. Надо разговаривать. Для этого люди избирают, чтобы ты находил общий язык, чтобы ты был... Тем более, демпартия, как мы находимся в центре, поэтому мы всегда разговаривали. Но мы всегда делали коалиции с правоцентристскими партиями. Мы всегда придерживались и придерживаемся и сегодня идеи, что Республика Молдова должен иметь один постоянный курс развития. Понимаете? Один постоянный. Не можем мы четыре года двигаться в одном направлении, потом пришла одна партия, так сказать, и потом мы двигаемся в другом направлении. Мы же этими зигзагами, мы замучим Республику Молдова. Или туда, или сюда. Поэтому я рад, что госпожа Гречана сказала на последнем заседании, что Республика Молдова будет выполнять все взятые на себя международные обязательства. Она сказала так завуалированно. Я думаю, что она имела в виду европейскую интеграцию Республики Молдова. Я думаю, что она имела в виду наши обязательства, взятые на себя при подписании соглашения с Европейским Союзом. Но единственное, что должна была сказать госпожа Гречаной, назвать более точно наши обязательства, которые мы собираемся выполнять. Тогда нет проблем, нет вопросов. Республика Молдова перед Евросоюзом и наши стремления к европейской интеграции. Они прямо вот настолько должны были быть подчеркнуты, чтобы высылать или не пускать в страну российских журналистов. Нет, ну это же разное. Понимаете, европейская интеграция с точки зрения моей, с точки зрения демократической партии, не предполагает, что мы дружим с этими, а с этими не дружим. Республика Молдова такова, что она должна иметь хорошее постоянное отношение со всеми своими соседями. В том числе с Российской Федерацией, конечно. Конечно. Российская Федерация для некоторых политических деятелей является неудобным партнером. Ну, что поделаешь, но с этим партнером надо разговаривать, надо сотрудничать, надо решать вопросы и надо находить общий язык. Просто я помню, что именно когда была у власти демократическая партия, в страну не попал российский вице-премьер. Ну, бывали. Пик ухудшения взаимоотношений. Это как раз номер два в списке организовал? Ну, понимаете, у многих... Вот мы сегодня знаем, что Венгрия в очень хороших отношениях с Российской Федерацией. Но позавчера у Венгрии не были такие хорошие отношения. И мы допускаем какие-то погрешности. И Российская Федерация в отношении Республики Молдова, я думаю, что не всегда очень принимала счастливые там решения. Я думаю, надо чаще разговаривать, надо чаще садиться за стол, чаще искать компромиссы. Молдова не может ни с кем из своих соседей воевать. Молдова должна дружить. Островом стабильности должна стать в этой зоне Европы. Вот тогда все будет нормально. Где сейчас находится офис ДПН, Дмитрий Георгиевич? ДПН? ДПН пока... Офис находится на Армянской, но... Я думаю, что до съезда мы решим вопрос с новым офисом. С новым или вернетесь на Тегин? Ну, посмотрим. Обсуждаем. Ищем. Спрашивают зрители, знают ли сейчас ДПН, сколько точно членов партии осталось здесь? Я думаю, что ни одна партия не знает точно, сколько членов имеет. Есть статистика на вчерашний день, но это настолько живой организм, особенно в Республике Молдова, что в Америке, например, вообще не ведется учет членов партии, так сказать. И ничего, живут и Демократическая партия, и Республиканская. Я думаю, что мы сохраним большой костяк большинства членов партии, мы их сохраним. Вопрос жесткий, даже если не знаю, как его читать. Ну, не читайте. Не читайте? Потом расскажете. Скажем так, я перефразирую некоторые фразы, вот, глядя на то, что сейчас происходит, когда говорят о Демократической партии, сразу представляют синонимы о том, что это люди, скажем так, связанные с коррупцией и не очень законопослушные. Как вы себя чувствуете, учитывая, что 25 лет назад вы практически стояли у... Нет, ну, конечно, это неправильно, конечно, это не соответствует действительности. Я не занимаюсь никаким бизнесом, я не занимаюсь... Мои дети не имели никогда никакого бизнеса с государством, никакого отношения к тому, что вот имеется в виду в этом вопросе. Я знаю тысячи людей, которые вот так же, так сказать, находятся. Но мы придерживаемся правил, чтобы в нашей стране рано или поздно, в том числе при содействии Демократической партии, мы жили в таком обществе, что люди, которые зарабатывают честным трудом, должны быть в почёте, те, которые нарушают законы, рано или поздно должны отвечать перед законом. Вот и всё. Но не жить по правилам капра вечерного самуара, понимаешь, у нас если этот, так сказать, более-менее там встал на ноги, то, так сказать, мы его должны ненавидеть и так далее. Это взгляд общества вообще, я не знаю даже, как это сказать, понимаете. Поэтому те, которые зарабатывают честным трудом, должны пользоваться уважением. А те, которые пользуются должностью, там, конечно, конечно, это неправильно. Ну, у нас через два месяца будут местные выборы. Но в Демократической партии, я абсолютно уверенно говорю, абсолютное большинство медики, врачи, царане, крестьяне, инженеры, все честные люди, понятное дело, они не имели доступа до государственных предприятий и всего прочего. Дмитрий Георгиевич, мы накануне выборов местных органов власти. Если у вас есть районы, которые традиционно, где демократы показывали хорошие результаты, то есть и район, или, скажем так, муниципи, где традиционно у демократов была большая проблема. Муниципи Кишинева. У вас есть кандидат, способный дать бой в муниципе Кишинева? Не знаю, мы ищем. У нас самый лучший результат был в 98-м году 19,5% по городу Кишиневу. Это был самый хороший результат. Потом как-то не получалось. Это две причины. Во-первых, в Кишиневе избиратели очень разделены по лагерям. Правые, левые. Батиста Пицимбал на этот раз у нас. Правые, левые. Во-вторых, конечно, надо, извините за термин, выращивать людей под определенные, конкретные населенные пункты. В данном случае Кишинева. Конечно, будущего примара надо воспитывать, надо помогать, надо поддерживать. А сколько вам лет надо, чтобы воспитать будущего примара? Ну, не получилось. Если я скажу, что я предлагал на эту тему много раз, вы скажете, вот опять пришел Дьяков и говорит. Ну, не получилось так. Чтобы мы воспитали, чтобы мы сегодня уверенно показали, что вот наш человек, который... Хотя мы ищем сейчас, ищем кандидата. Внутри партии? Воспитаем Баба-Ягу в своем коллективе, помните? Нет, мы смотрим, так сказать, и внутри партии, мы будем смотреть и вне партии, так сказать. Если кто-то там... Но мы понимаем, что это не самое благополучное время для вот таких выборов именно сегодня, именно с нашей точки зрения. Я вас не спрашиваю, претендуете ли вы, потому что вы давно уже сказали, что точно не будете председателем партии? Конечно. Спрошу, а съезд ДПМ, который назначен на 7 сентября, я напомню нашим телезрителям, он на этот раз будет скромнее? А что, те были не очень скромны? Ну, может быть, там... Ну, я хочу вам сказать. Может быть, там... Не каждый может себе позволить переоблицовать эту тему. Я думаю, что, конечно, будет скромнее. Вы могли не спросить, вы могли просто догадаться, что он будет гораздо скромнее. Я, конечно, не буду претендовать, не собираюсь. Это было бы, с моей стороны, вообще как-то нехорошо. Но я буду, и я сказал своим коллегам, я буду очень принимать активное участие, потому что мне не все равно судьба партии, которую я создавал и которой посвятил 25 лет своей жизни. Поэтому, конечно, мне не все равно, кто будет. Я буду помогать новому председателю всем, чем могу. Я буду советовать, я буду работать вместе с ним, так сказать, для того, чтобы создавать партию уже на много лет вперед. Парламент ушел в отпуск. И это будет четвертый председатель партии. Учтите, у нас нет ни одной партии, которая имела там второго, третьего председателя. Так что вот так. Парламент ушел в отпуск? Да. Я смотрю, и члены правительства уже уходят в отпуск. Ну, наверное, у каждого свои причины. Может, действительно можно устать за месяц. Тут как бы у каждого свое состояние. Семейное, здоровье и всего остального. У нас это поднимает в ранг национальные проблемы. Вот ушел министр в отпуске. Но есть правительство, премьер-министр отвечает за действие, за деятельность правительства. Если они договорились отпустить одного министра на неделю, ну, бог с ним, так сказать. Куда вы уезжаете отдыхать, Дмитрий Георгиевич? Я пока никуда не уезжаю. Я собирался, но назначили вот эти два заседания, поэтому я отсобрался. Поэтому сейчас буду, в понедельник еду в Чемышлию, на следующую неделю еду в Кантемир. И вот пока что вот так. Может, внуки меня заманят куда-нибудь поехать с ним. Ну, я вам желаю хорошего отдыха. И уже, наверное, с вами увидимся после съезда. Я так полагаю. Спасибо вам за сегодняшние ответы. Напоминаю нашим телезрителям Дмитрий Дьяков, почетный председатель Демократической партии и опять председатель парламентской фракции ДПМ. Меня зовут Лилия Бараковская. Я с вами уезжу в понедельник. Если не соберусь, я в отпуск. Всего хорошего. Берегите себя.